В Самарской области продолжается фестиваль «Душа Баяна». Он проходит в честь дня рождения русского инструмента, которому исполняется 120 лет. На этот раз творческую эстафету принял Алексеевский район. Вместе с жителями на музыкальном празднике побывал и информационный партнер телерадиокомпания «Губерния». Чем самобытные ансамбли удивляли жюри? Подробнее в сюжете Владимира Маркина. Я Калину попала, я Калину молоденький попала. Русско-народную песню «Ой, на горке колена» исполняет ансамбль «Сударушка». Музыкальную феерию, которую подарил фестиваль «Душа Баяна», этот самобытный коллектив ждал с нетерпением. Уже более 30 лет артистки «Сударушки» выступают не только по всему Самарскому региону, но и по всей стране. Самой возрастной участнице 86 лет, но стоит им выйти на сцену, задора хоть отбавляй. Вот и праздник, и с тафетой, дошедший до Алексеевки, стал для участниц новым творческим потенциалом. «Душа Баяна» — это вся наша жизнь, все связано с Баяном, жизнь наша связана с русской песней. Поэтому мы всегда во многих наших фестивалях принимаем участие. Также выезжаем в район, поэтому Баян — это для нас все. Те, кто испытывают искреннюю любовь к русскому инструменту и приходят в восторг от его звучания, дарят эти эмоции и зрителю. Многие неразлучны с Баяном уже десятки лет, а кто-то только начинает свой музыкальный путь. Фестиваль раскрывает на сцене и совсем юные таланты. У жюри на молодых самородков глаз наметан. Маленькие музыканты и певцы порой приятно удивляют. За уже практически неделю фестиваля нашли достаточное количество действительно очень талантливых людей, которых хочется привлечь к каким-нибудь проектам и показать их не только у себя в деревне, в селе, и почему нет, в Самаре, может быть, и еще где-то дальше. Даже для себя мы открываем людей, изобретателей, кстати, людей, которые усовершенствуют Баян. Это и просто талантливые люди, которые и песни пишут. Мы их рекомендуем, как в их районе, чтобы на них обратили внимание. Например, пели их песни или их композиции разучивали. Ни одно дарование не останется в стороне. Было бы желание продолжать, стремиться, а таких много. Фестиваль проходит во всех 37 муниципалитетах области. Инициатива главы региона Дмитрия Азарова, которая воплотилась в жизнь, стала культурным подъемом для всех поколений. А значит, народные традиции на Самарской земле не забывают и чтут. Хорошо, что у нас появляются такие творческие номера, как, например, чтецы. Какие-то театральные такие номера интересные в фестивале. Потому что вокруг Баяна можно много чего натворить. Много чего, в хорошем смысле слова, вокруг Баяна можно много чего интересного сделать. Творить и воплощать музыканты будут до 15 марта. За это время жюри выберет лучшие номера для гала-концерта. А победителя ждет главный приз – Баян итальянской марки. Владимир Маркин, Дмитрий Столяров. Новости губернии. Алексеевский район.